Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы уже анонсировали, сегодня у нас два эксперта по безопасности, все вам хорошо известные. Карлис Крайслинч и Янис Адамсон. Поговорим о современных вызовах безопасности, особенно в свете недавно принятой сеймом концепции национальной безопасности. Вот еще раз добрый день. Добрый день. Да, может быть, действительно начнем о тех современных вызовах безопасности, которые сейчас стоят перед Латвией, и не знаю, кто начнет. Я не знаю. Но перед Латвией один вызов только. Высыпая на заседание парламент, когда обсуждали концепции по национальной безопасности, я однозначно сказал, что самая большая угроза национальной безопасности в нашем случае, в латвийском случае, это абсолютно некомпетентное наше правительство и так называемая политическая элита, которая не способна принимать адекватные решения. Я могу перечислять очень много ляпов, которые допущены в течение вот этого полгода, как у нас есть это правительство, очень много. Можно начинать с того, что у нас как бескомпромиссная правовая коалиция, я ее называю бескомпромиссной, бесправовой коалицией. Там о каком-то праве говорить нечего. Если правительство не выполняет принятые законы, принятые решения парламента, о чем мы говорим? Если министры между собой общаются при помощи СМИ и как кошка-собака, причем один залезает в компетенции другого, ни к чему хорошему это не приведет. Если все-таки возвращаясь к самим вопросам безопасности, все-таки, да, вот... А это, извините, Абих, это и есть вопрос. Безопасность, к сожалению. Когда нет команды, о чем-то осмысленном говорить очень тяжело. Если главный упор делается на то, что самый основной враг у нас в России, терроризм, киберпреступление и все основное, это абсолютно вторично, что климат, угроза потепления климата, изменения климата, которые происходят сейчас вообще на этом еле-еле угадываются, но это как раз вот те вызовы, которые есть. Когда нам говорят одно, о компетенции, чтобы понять, в чем заключается эта стратегия национальной безопасности, у наших правящих нет. Да. Если можно, тоже дополню. Потому что для слушателей, я думаю, для всех это отличать. Вот иногда употребляют слово безопасность и не отделяют от слова обороны. Как бы у меня есть те, что обороны, вот мы выделяем средства. Безопасность – это весь бюджет. Потому что есть безопасность в экономической, социальной, политической области, а военной – это одна часть. И я не затронул, действительно, это очень такое важное доверие правительству и парламенту. Ну, какое у нас доверие? Мы знаем, какое доверие. Очень низкое. Наверное, есть на этом основания. Взять экономическую. Ну, понятно, когда там говорят с национального валу дохода, хотят все там приравняться, а у нас мы получаем в бюджете примерно только 30%. А когда в европейских странах 40%, ну, тогда посчитать 10% национального валуа продукта у нас исчезают. И поэтому делить так, как в других странах, мы просто не можем. Это что, не влияет на безопасность? Влияет, потому что люди недовольны, а им до конца не объясняют эти все вещи и иногда эти различия, в чем заключается. И еще, может, один момент, что это, конечно, должно быть сплоченное общество. А у нас тут есть проблемы. У нас тут проблемы. Ну, вот министр обороны, господин Пабрикс, высыпает, говорит и приравнивает тех, кто высыпал на стороне фашистской коалиции. Они герои. Герои по отношению к чему? То, что они жертвы. Речь идет о боях 44-го года, ее высыпления. Ну, герои. В чем? Да? А они в основном жертвы. Да, они не струсили, но чей интерес они защищали? Это один аспект. Или когда министр обороны высыпает масс-медиа и говорит, а вы знаете, заборы на восточной границе строить не надо, это ничего не дает. Мы с Карлисом неоднократно бывали на границе, и то, что сделали пограничники, построив эти заборы, у нас практически десятикратно, не только благодаря заборам, естественно, но десятикратно сократилось количество нарушителей на восточные границы, а это дает экономически… Особенно эти нелегальные иммигранты. Да, и речь как раз и о них идет. Но вместе с тем у нас все говорят безопасность, у нас угрозы такие, такие, такие-то, а несмотря на то, что премьер заявляет, что у нас самый большой бюджет, там 10 миллиардов, мы тут заживем, а оказывается для решения вопросов то же самое, безопасность внутренней, внешней, денег нет. Единственное, кто решает свои вопросы, это Минобороны, но это опять же отдельный момент, то, что мы с Карлисом комиссией неоднократно обсуждали, что, ребят, ладно, на оборону уходят столько-то средств. Не вопрос. А какое влияние это ставит на народному хозяйству? Что получит народное хозяйство от того, что вооруженные силы там закупят шапки, портянки и так далее, продовольствия, сколько они закупят у нас и сколько закупят за границей? Какая отдача? Как мы можем оказать через Министерство обороны помощь нашим медикам? Как мы боролись, добились, что ввели обязательную начальную военную подготовку? Так, ребят, элементарно, это финансирование этих преподавателей и всего остального, комплекс, это как раз Министерство обороны. Вот тогда это действительно, когда комплексно посмотреть на решение этих проблем, тогда, конечно, это даст и отдачу, и народ не будет говорить, что о чём мы там этим даём. А если, допустим, пограничник, кадет получает 455 евро, как он начинает служить, кадет вооружённых сил получает свыше 800, то есть в два раза больше, это хорошо, что они получают больше. Но, ребят, а где соразмерность всех этих вопросов? Её-то нет. И понимание, и это, опять же, возвращаясь к исполнению и правоприемственности, и вообще право как таковым, в 14-м году, Карлис тогда тоже участвовал, было принято концепцией, которая определяла, что, ребята, все траты, зарплаты, социалка, оружие и всё, что необходимо там полицейским пограничникам-армейцам, оно должно быть сбалансировано. Не должно быть какой-то большой разницы. У нас, к сожалению, этого нет. Да. Ну, я могу дополнить, действительно, то, что кто нелегально переходит нашу границу, можно смотреть, какой упор и откуда это люди, там, Светлама и так далее, поэтому этот забор, конечно, для них больше, чтобы это нельзя было так пройти, а не для того, что некоторые, как бы, представляют, вот кто-то нападёт по вооружённой силе. Танки, да, для них это же не заборно. Понимаете, вот это тоже не поясняет людям, для чего это, какое предназначение было. Это первый момент. И второй, конечно, то, что выделяем 2% национального продукта выделяем на оборону, это правильно, и так и надо делать. Но вопрос, как мы тратим. Вот сейчас тоже временами проскакивает дискуссия, что уже с Янисом мы много раз говорили о том, что учебное заведение для всех структур, которые работают в физической безопасности. Вот мы предлагали, можно общую создать хоть на базе Национальной академии обороны, например. А, кстати, это хорошая, Янис, то есть, фактически можно готовить на базе Академии обороны и полицейских тоже, да? Да, естественно, дело в том, что раньше Академия, и вот полицейская Академия, она не готовила только полицейских в узком смысле, они готовили и специалистов для наших спецслужб. Юристов, фактически. Не только юристов. Там по направлениям шло. Бакалавр, да, общий, а дальше уже специализация шла. В том числе, там проходили обучение и офицеры, которые готовились для мест заключения, для работы в этих учреждениях, для спецслужб. Целый спектр. У нас нет ни одного, я не знаю, может быть, я ошибаюсь. А где у нас готовят криминалистов? Где у нас готовят там внешнюю наружку? На базе Академии по национальной безопасности готовится факультативно специалистов. Это по разным профилям. Армейцы – это отдельный профиль, но учитывая то, что сейчас внешнюю границу между внешней и внутренней безопасностью провести практически невозможно, то не помешало бы офицерам-армейцам пройти какой-то, прослушать курс полицейский. Ведь мы армии тоже направляем часто за границу, где они выполняют полицейские функции. Часто они вместе с полицией. То, что это было бы единая Академия, а всё упирается в деньги. Ну, ребята, что такое 10-13 миллионов для государства, если мы хотим получить специалистов, но на сегодняшний день мы все говорим, ребята, у нас полицейские не обучены, у нас 40% уголовных дел закрывается из-за срока давности. Но у нас нет этого, проблемы уже возникли прокуратуры, следующие суды. А вот даже все это понимают, все с этим соглашаются, а сделать элементарный шаг и сказать, ребят, да, у нас проблема, надо её решить. И решаем её, возрождая или объединив Академию Минобороны с полицейской академией, где мы готовим специалистов. Ну, нельзя, с совсем уважением к университету Страдыни, но подготовка, ну, давайте журналистов будем готовить, не знаю, или медиков в каком-то педагогическом институте. Вот это пример тоже нелогичности, когда некоторые, ну, к сожалению, даже офицеры, командиры высказывались, ну, это же разная полиция и военные, понятно, разные. Ну, а возьмём, что с медиками не разные, полиция тоже разная, а в техническом университете, что факультеты же тоже разные, готовят. Разные. Поэтому… Никто же не говорит, что надо обязательно готовить всех одинаково. Обязательно по одному курсу. Это идёт факультеты. Когда-то в Национальной Академии обороны был факультет пограничников. Готовили пограничников. Но это нормально, когда готовят. Можно привлекать и другие ещё учебные заведения, как, например, моряки, которые готовятся в Академии, а не специальность проходит в Морской Академии, ну, и так далее. Это всё можно. Но для государства, исходя из интересов государства, это финансировать можно было с обороны, с бюджета обороны. Поэтому это не надо было. Вот сейчас, как говорит Министерство внутренних дел, им же надо платить страдание университета. Понятно, что цивильные только за, они получают денежки. Конечно. А когда вот у нас были в комиссии, мы даже в комиссии раза три это, ну, я не сразу три, наверное, я раза два участвовал. Когда в комиссии мы обсуждали, ну, что же за безобразие, почему так вот готовят в разных учебных заведениях, а почему не вместе? Даже когда Домбровский демобилизовался, ну, ушёл, сказал, политическую взял ответственность, ушёл. Даже в правительственной декларации было записано это просмотреть вопрос. И всё это забыли, опять отодвинули, и такое у меня тоже впечатление, что нету интереса какого-то материального у людей, чтобы этим заняться и делать, потому что это было бы в интересах страны. Я одному коллеге на заседание комиссии по запросам, когда он начал там говорить, я ему сказал следующее, и это касается подавляющей большинства нынешних политиков, я говорю, очень хорошо, вы очень хорошо и умно говорите. Было бы хорошо, если бы вы ещё научились считать, что написано, о чём мы вообще ведём речь. У нас все действительно говорят, кричат, безопасность угроза, справа, слева, сверху и снизу тоже. Ребята, так есть и есть угроза, давайте решать проблему. Вместе с тем мы говорим, высочную границу надо укреплять, хорошо, а денег – ноль копеек. Формы одежды у пограничников нет. Кинологи, если помнишь, было предложение кинологам, они за свой счёт привозят собачек на границу, на своём автотранспорте, им доплаты за это нет. За свой счёт. Было предложение, я внёс в бюджет, сказали, мы решим этот вопрос. Сколько? Пять лет прошло, ничего не решено. Форма одежды, ну, слушайте, пограничник – это человек, который встречает на границе наших туристов, а у него формы одежды нет. Техника вся старая. Ну, мы хотим, а когда мы выезжали на границу, по моей инициативе была выездная комиссия, выехали и начали разговаривать по поводу якобы проблем на границе, потом был задержан командующий погранными войсками, что вообще вызвал шок. Я надеюсь, генпрокурор справится с этой задачей, так же, как и об него там обломали отдельные личности зубы. Это мы говорим о правом государстве, когда министр юстиции пишет кляузу на генпрокурору, организовывает проверку генпрокурора, и считает нормально. Ребят, есть много методов, как находить компромисс, или если человек что-то нарушил, привлечь его к ответственности. Но если все надумано, то, естественно, не будет такого решения. Я рад, что судья, который был назначен, принял правильное решение. Но, возвращаясь к границе, к границе, там тоже вопрос. Я задал вопрос командующим погранными войсками, генерал, господин Пуевец. Я говорю, слушайте, а сколько вы наркотиков совместно с другими структурами изъяли на границе? Где-то свыше 6 миллионов. Сколько сигарет? Там 11 миллионов. А сколько вы в прошлом году за этот период задержали на границе? свыше 200 человек. Следующий вопрос. А сколько стоит нелегальное перемещение одного иммигранта? В среднем 10-15 тысяч. Следующий вопрос. А сколько стоит его содержание, выдворение страны, откуда он прибыл? Это опять же 11 тысяч. Ребята, так может быть это инфраструктуру границы вложим? Нет. Так как ребята успешно работали, тут же придумали, сфабриковали, пошли. Но я надеюсь, что и там справятся с этой проблемой. Ребята пограничники выдержаны, им силы воли и выдержки хватит. Да, вот все-таки еще, если мы говорим о безопасности, в таком, может быть, не знаю, в оборонном порядке, насколько вообще реально, чтобы, ну, эта тема давно уже обсуждается, чтобы латвийские предприятия, ну, те, которые у нас тут есть, могли вот в этой, не знаю, логистике участвовать, в снабжении латвийских вооруженных сил. Может быть, даже я сейчас скажу такую наивную мысль, может быть, и НАТО, и это не только там продукты. Да, вот вообще какая-то, мы можем, вот, учитывая вот наши бюджетные возможности, 2%, вообще развить какую-то индустрию, вот, не знаю, военную, полувоенную вообще? Господин Красный. Я думаю, можем, и я обоими руками был бы за то, чтобы государство, ну, исходя из этих нашей бюджета обороны, чтобы помогла развивать, потому что там есть перспектива, есть перспектива, для начала, скажем, хорошо у нас, потом, может быть, и балтийские страны, а потом можно и смотреть дальше, потому что продукция, которая связана с обороной, и так далее, она конкурирует в мире, очень много распространяется. Я понимаю, что есть такие большие страны, как Соединенные Штаты Америки или Россия, которые этот рынок в основном управляют, но есть все равно, есть направления, где можно участвовать и небольшим странам, и занять свою нишу. Я обоими руками за такое, что мы делаем. Дело в том, что у нас есть предприятия, которые производят хотя бы боеприпас, и не только, для спецподразделения, но почему-то это закупают третьи страны, но не нашимские. Прямо здесь у нас производится. У нас, помнишь, были в Тбилиси, посещали, где они закупают всякую там имитацию, а у нас таких классов, где обучать личный состав, нет. А они покупают у нас, у эстонцев, проходят они обучение, а мы сами почему-то себя ничего не покупаем. То, что касается военной индустрии, в течение уже нескольких лет, когда приходят к нам, и я тебе расскажу анекдоты жизни после этого, сколько раз я говорил, ребят, а кто вам мешает подать законопроект по военной индустрии? Они пошли другим путем. Мы рассматриваем закон о мобилизации, законопроект, и там написано определение военной индустрии. Я задаю вопрос, ребят, а при чем тут военная индустрия и закон по мобилизации? Военная индустрия – это составная часть, закон вообще мобилизации. При чем тут? Давайте напишите отдельный закон, где все, то, что и говорил Карлес, будет расставлено по пунктикам. Там написать пару недель. Ну, как мы уже говорили, как-то раньше депутаты писали законы, потом они учились их читать, а сейчас не читать, не писать не умеют. Я еще добавлю, это один момент. Это, конечно, уже прошедшее время, когда я еще работал в академии, был профессор и возглавлял этот центр по оборонным исследованиям. Я тогда обратил внимание, что, в принципе, вот министерство обороны заказывает какие-то исследования. А кто пишет, что надо закупать? Пишут те, которые будут продавать. Понимаете, да вот, как говорят о коррупции и так далее, но они для себя подготавливаются. Это же конфликт интересов. Я тогда так, полуофициально все-таки посмотрел, я говорю, ну, как получается. Я понимаю тех людей, которым заставляют, вот напишите, а у них нет знаний. Они проще, я не говорю, что, может, коррупция, там они получали деньги, хотя это нельзя исключить. Они обращаются, те, которые производят, вот вы подготовьте, что надо, какие требования, те, конечно, пишут и, конечно, выигрывают и так далее. Ну, вот есть такие многие моменты, которые, так сказать, реально развиваться, развитие дать, может быть, перспективу где-то, вот подзарубают. Потому что мне, конечно, поражает, что наши имеют очень хорошие достижения, ну, например, беспилотные, летательные всякие. Но тут есть возможность, я не говорю про большие. Ну, хотя бы маленькие дроны. Вот маленькие, начиная как... В военной области у нас был представитель одной отрасли, не буду называть какой, не буду задавать, на заседание комиссии, он говорит, мне нужны эти изменения, чтобы я мог как-то защитить, чтобы это не ушло в публичную сферу. Привёмся ненадолго, вот на этой ноте, небольшая пауза на новость, на рекламу, точнее, буквально пару минут. Да, два эксперта по безопасности, Карлис Креслинч и Янис Адамсон, два офицера. Вот тоже такой вопрос, я так понимаю, что сейчас ещё в парламенте впереди обсуждение вот этих изменений карты Бессауллис, это вот закон о регламенте работы парламента. Разные мнения высказываются, но многие обращают внимание на то, что у нас сейчас, если мы говорим о депутатах парламента, но пока не мере, два депутата лишены депутатского иммунитета. Они под следствием господина Закатистов, которого, кстати, тоже парламентская секретарь, если мне память не изменяет, и Юрий Саилаш, его дело уже даже передано в суд, и он является парламентским секретарем Министерства юстиции. И вот возникает дилемма, с одной стороны, они ещё не признаны виновными, суды ещё впереди, с одной стороны, с другой стороны, они всё-таки занимают весьма ответственную должность. Я не знаю, как там с допуском гостайни, да, подследственных, но что-то тут, по-моему, не вяжется. А у нас много что не вяжется, и мы возвращаемся к тому, с чего вы начали. Вопрос об изменении закона о конфликте интересов, мы рассматривали на заседании парламент несколько недель назад, и там бурные дебаты были по вопросу о том, что может ли депутат принимать участие, депутат или министр быть в составе правления социального предприятия, при этом не получая зарплату. А вот вопрос, я высыпал по вопросу, который был посвящён следующему, что если против премьер-министра, министра, парламентского секретаря возбуждено уголовного дела, и ему выдвинуто официальное обвинение, он не может занимать данную должность, что в принципе очень логично. Но у нас парламентский секретарь Минюстер, человек, который обвиняется в разглашении гостайни, как вы говорили уже, дело передано в суд, да, второй парламентский секретарь Минфина, это человек, который подозревается в финансовых махинациях, у нас третий возглавляет комиссии по бюджету и финансам, четвёртый у нас руководит другим комитетом, который вот-вот будет на выдаче, мы говорим о профессионализме, вот он, везде нужны профессионалы, ну давайте посмотрим на профессиональный уровень, у нас комиссии по мандатам и этике входит депутат, который в предыдущем парламенте тринадцать раз привлекался к ответственности за нарушение депутатской этики, и сейчас он будет определять, а я выступаю этично или неэтично, да, мои заявления они правильные или неправильные, к сожалению, мы живём в таком государстве, где двойные, тройные стандарты, они очевидны, но наше бескомпромиссное право в их понимании это следующее, что вот, вы все обязаны соблюдать закон, а это ко мне отношения не имеет, я могу нарушать, потому что и самое печальное то, что не понимают нынешние политики, это то, что за каждым выступлением любого политика, депутата, будь он министром, депутатом, парламентским секретарем, в целом это всё отслеживается в том числе иностранными представительствами, которые здесь находятся, мы не живём в вакууме, даже в 80-х годах можно было что-то было скрыть, сейчас что-то скрыть практически невозможно, и то, что мы говорим, это уходит вовне, о каком уважении нашему государству может быть речь, если мы сами себя не уважаем? Можно я тогда? Да. Значит, в принципе, я всегда провозглашал «делайте, как я», и в 11-м сайме, когда на сына было подозрение, взрослого сына, подозрение о чём-то, я положил мандат, чтобы никто не думал, что я буду влиять. Некоторые спрашивают, что ты положил, ну, делайте, как я, и в принципе, если говорить о морали, ну, вот, не обо мне было речи, я говорю о взрослом сыне. Тот день, когда вместо меня назначили другого человека, я получил, ну, сын получил, что там никакого нету дела, всё закрыто. Но, тем не менее, вы посчитали, что... Ну, я посчитал, что ушёл, но это оценили избиратели, потому что они в следующий раз всё равно в 12-й сайм меня, так сказать, избрали. А хорошая вещь, конечно, что парламентарный секретарь Теслы, эту министр, это самое... Я думаю, что кто умеет, может, надо в книгу Гиннеса подать. В Латвии будет хоть один рекорд Гиннеса, но может есть и некоторые другие, но это, я думаю, очень достойно. Политический рекорд. Политический рекорд, но в книге Гиннеса я не думаю, что такие есть и другие варианты, но мне кажется, это достойно. Но есть в своё время наше, точнее, шведка латвического происхождения, помнишь, министр юстиции, если память не изменяет, поехала домой вечером, денег не было, перепутала карточку, взялась другой, когда утром посмотрела, взяла деньги со служебной карточки, утром перечислила, она была вынуждена уйти в отставку. И даже вопросов не возникало. Поэтому часто есть, употребляют, употребляют эти слова, мы стремимся, вот так, как скандинавские страны и так далее, как пример. А в действиях-то, посмотрите, что происходит, только то я не тоже... А я очень многих называю не большевиками, им маузера не хватает, и кожаной куртки, и всё, всё, как это, бескомпромиссная справедливость или право, что-то в этом моменте. У них заключается эта тройка, или я сказал, это правильно, ты возражаешь, значит, к стенке. Мы ничего хорошего не найдём и не сделаем. Если мы говорим вот действительно об обороне в таком плане, ну, в военном, как вам кажется, ну, как профессионалам, какую технику мы вообще должны закупать? Потому что понятно, что, ну, сейчас мы абстрагируемся даже там от НАТО, просто вот для своей обороны, потому что очевидно, что, чтобы закупать что-то такое новое, суперсовременное, там, не знаю, и 10-миллиардного бюджета не хватит, мы понимаем, какие цены на все эти вооружения. Но, тем не менее, что должно быть? Кто-то говорит, противоракетный, кто-то говорит, этого нам не надо, достаточно, что там, не знаю, НАТО охраняет с помощью истребителей. Такие есть варианты. Я начну, тут у меня есть, так сказать, твердое убеждение о том, что, в принципе, у нас военная политика основывается на коллективной умной обороне, точка первая. Дальше есть в НАТО, есть в Форс Гол, то есть, как развиваться, там договариваются страны, что, какая страна делает. Там не надо, что-то выдумывать и вместе, чтобы у нас была очень сильная оборона. Это второй момент. Третий момент. Надо смотреть, что требуется от нас, что мы хотим. Например, Земесадзе. У нас есть опыт, перед войной, Айсарге было. Ну, примерно, то же самое. Очень важно в 21 веке будет, чтобы внутри страны обеспечить, обеспечить физическую безопасность, чтобы не было складов, оружия, чтобы какие-то группы, зеленые человечки нет. Вот тут Земесадзе вместе с полицией может прекрасно работать. Но для этого не нужны ни танки, ни бронемашины. Это совсем другая экипировка, надо и другое направление. Если кто-то рассчитывает, что вот, мы будем защищать, пока придут на помощь. Но это совершенно непрофессионально и глупо. Если говорят, всеобъемлющая оборона, хорошая вещь. Но только надо какие задачи. И когда отзывают так же, как в Швеции или в Финляндии, или это, это совершенно разное. Там тотальная оборона, потому что они не натовские страны. Не надо путать натовские страны и не натовские страны. Для натовских стран это всеемлющая оборона. Это значит, что люди, конечно, должны быть знакомы с оружием, как защищаться и так далее. Это одна страна. Но они, во-первых, должны помочь, поддерживать, вот какая саргия была, что было безопасно у нас внутри страны, когда пятый параграф не работает натов. Тут нет никакого нападения. А внутри, чтобы у нас не было каких-то. Это первое. Во-вторых, если теоретически предусмотрим, что заработал пятый параграф, то нам надо обеспечивать хост-нейшн-суппорт, принимающая страна, чтобы там порты, дороги, чтобы вот так... Инфраструктура, да. Да, вот это надо обеспечивать. А не то, что мы будем защищаться, что у нас готовность выше, чем 48 часов, что у нас быстрое реагирование. И НАТО может делать быстрее, медленнее, в зависимости от обстановки. Но нет такой необходимости. А вот, да, еще, может быть, все надо... Нет, танки нам нужны, но танки нужны для чего? Для обхватки личного состава, потому что это топы должны. Пару танков, они необходимы, чтобы любой солдат почувствовал, что такое нападение танков. То, что касается противоракетного оружия, и все остальное, извини, напомню, в 95-м году правительство рассмотрело и приняло концепцию развития военно-воздушных сил, где все это противоракетное, противосамолетное оружие, основной упор на вертолеты, ПТУРСы, переносные противозенитные силы и средства, это было все разработано достаточно давно. Но другой вопрос, что в Астанавии начало... Это перед вступлением НАТО. Это еще перед вступлением НАТО. Поэтому это отличие. А те, которые больше всего кричат, Абек, по поводу безопасности, тут вот русские, которые идут, идут, никак не дойдут до нас, сколько уже десятилетий, все они идут. Тут совершенно иное, что люди, которые об этом кричат, как правило, они повинны в том, что из-за своего незнания, непонимания, что они довели отдельные отрасли вооруженных сил до ручки. А нет, ты говорил по поводу всеоблемы и объемливающей защиты, обороны, вспомнила комиссия, кто у нас больше всего высыпал против этого, не понимая, о чем вообще речь. Когда мы рассматриваем закон по поводу стратегической коммуникации, создать учреждения, не министр обороны, тогдашний, не парламентский секретарь, вообще ни на один вопрос не могли ответить. Они умеют красиво говорить. Народ почему-то у нас выбирает людей, которые в достаточной степени некомпетентны. Поэтому не надо удивляться, что мы там, где есть. Хорошо, вот здесь наши радиослушатели по WhatsApp такое вопрос задают. А почему наша промышленность сама не может сделать современные машины пехоты? Зачем покупать вот это все старье? Ну, во-первых, чтобы вложиться в рынок сбыта. это раз. Если будем производить, ну, произведем 10 БТРов, это можно, не вопрос, но это будет стоить очень дорого. Если мы договариваемся, и это вполне возможно, в рамках НАТО с несколькими странами, я задавал этот вопрос нынешнему генсеку Стоттенбергу, он говорит, это ваша компетенция, пожалуйста, в рамках Балтийской ассамблеи, других стран, определитесь, производите БТРы хотя бы, да, и договаривайтесь, где вы их будете продавать. Да, это возможно, но военные индустрии, это не только там оружие, не только БТРы, Карлис говорил по поводу инфраструктуры, но, ребята, Минобороны, давайте вкладывайтесь, если вы хотите быстрое перемещение, давайте вкладывайтесь тогда создание инфраструктуры и так далее, и так далее. Да, в свое время, извини немножко, в свое время, скажем, у нас доктор Антуре, даже работал после он в техническом университете, бронежилеты, и так далее, это такое исследование было, и эта вещь такая, она не может, не очень, очень ресурсов требует много, это просто ума, и работа, разработка исследований, очень интересное исследование было. Почему, вот то, что касается дронов, наши фирмы продают их Соединенным Штатам, которые используются на мексиканской границе, да, а мы сами себе не можем. То есть, а у нас на самом деле получается, что это качественные вещи, да? Ну да. Нет, у нас есть качественные. У нас очень много таких вещей, которые придумали здесь, здесь не получается реализоваться, продают или патенты за границей, или переносят производство за границей. Да, может быть, такой еще последний вопрос, все-таки, что нужно, чтобы вот та же Национальная Академия обороны, ну, стала таким действительно многопрофильным учреждением, чтобы мы действительно готовили специалистов вот по всей сфере безопасности, и по внутренней, я имею в виду, там полицию, и пограничники, и пожарные, не знаю, может быть, спасатели, и так далее, и так далее. Что нужно? Позвольте, я вам анекдотик расскажу, очень к месту, наверное, армия, стук дверь, заходит человек, не совсем русского происхождения, генерал Иванов, да, тебе пакет, не тебе, не тебе, а вам, выйди, зайди по новой, опять, повторяюсь, генерал Иванов, тебе пакет, не тебе, а вам, выйди за один по новой, третий раз то же самое, ну, генерал не выдерживает, слушай, что, по умнее не нашли, тебе дурака прислали, умных к умным, и не к тебе. И это, пока у нас должность будет занимать люди, которые абсолютно не понимают, что они там делают, главная амбиция, это занять кресло, да, и у меня отважен статус, быть там депутатом, министром, премьером, а то, моя способность, способен, хватает ли у меня знаний, опыта, что-то сделать, до тех пор мы будем в достаточно большой яме. Я так немножко с такой, немножко с черной прибавкой, что, в принципе, я думаю, что не настолько уж глупы, боюсь, что они довольно умны для того, чтобы смотреть, есть откаты или нет там. Понятно, что, ну, не верится мне, как многие вещи происходят, вот сейчас мы находим строительство, договорные, и так далее, таких примеров, насчет топлива, я бы сказал, задал вопрос тоже, почему в Литве в будущем собирается на 10 центов дешевле, чем в Латвии будет. Так и здесь, ну, понятно, что заинтересованы Страденю, там, Латвийский университет, Фрезекне, чтобы получать деньги от Министерства внутренних дел. А если брать, делать общую академию еще из денег оборонных, ну, которые идут на оборону, ну, тут заинтересованность, кто там все это получит. Это, конечно, у меня нет никаких фактов, но это просто так по логике, беря внимание, что сейчас все эти разоблачения разные идут, понятно, Возвращаясь к вопросам концепции национальной безопасности, которую мы обсуждали и утвердили на заседании парламента, Карлис, свидетель, в предыдущем парламенте высыпался в трибуну и говорил, что мы живем в полумафиозном государстве. Как ни странно, обсуждение концепции национальной безопасности присутствовало два министра, три, точнее, министра обороны, который не понял, что он там и говорил, ладно, не дано мне, министр внутренних дел и министр культуры. Вот он высыпает министр внутренних дел. В любом нормальном государстве его высыпление вызвало бы шок. Буквально цитирую, он заявляет, по нашим данным в госучреждениях и, то есть, в управлении нашим государством укрепляет своей позиции представителя организованной преступности. Ребята, это говорит действующий министр внутренних дел. Значит, он владеет информацией о том, что происходит. А какая реакция последовала? Да никакой. Я потом высыпал и говорю, коллега, а вы что, не слышали, что только что министр сказал? И нет, все нормально. Поэтому, ну, пока мы такие, как и есть, будем улыбаться. Да. Ну, что ж, мы все-таки будем надеяться, что какое-то понимание у нас будет, тем более, что, ну, вопрос о безопасности, ну, как это небанально звучит, все-таки, ну, не допуская такого дилетантства и шутки. Да, это настолько серьезная тема. Абек, совершенно верно. Но дело в том, что иногда хочется не просто улыбнуться, а кому-то... Да. Чтобы кто-то за что-то ответил. Хотелось бы. Янис Адамсон и Карлис Крестнич были у нас в студии. Большое спасибо.